Добрый день, это программа Парадокс, с вами ведущий Степан Димуров, у нас сегодня в гостях Сергей Алексашенко, экономист, и хотелось бы поговорить сегодня о событии, которое произошло уже 15 лет назад, это кризис 98-го года, какие уроки были извлечены, причины кризиса и возможно ли повторение этой ситуации сейчас. Ну вот, Сергей, слушал я тут интервью и Дубинина, который обвинил во всем мерзких коммунистов, которые тогда были в Думе, и оказывается были непомерные траты возложены на бюджет, они отказывались сотрудничать и тому подобное. Господин Старчак заявил, что причиной кризиса явилась деноминация 97-го года, рубль был слегка переоценен, раз в два, в три, это явилось причиной кризиса, но что-то как-то я эту теорию не совсем... А того, что нули убрать, ничего не изменится. Ну вот это мнение Старчака, тем не менее. То есть я не ожидал такого, правда он сказал, да? Да, на РБК опубликовал интервью с ним. Вот все-таки хотелось бы понять, а в чем действительно были причины кризиса и почему ситуация развивалась таким образом, в коем она развивалась, потому что, почему это интересно, ну как, государство объявило дефолт в тех бумажках, которые можно напечатать сколько угодно. Нет. Как в рублях ГКО. Нет, подождите, подождите, подождите. Давайте разделим. Государство, оно же многогранно, да, и есть система сдержек, противовесов, разделения властей. Нет, Сергей, я просто... Сейчас, 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 вот есть государство Минфин, которое деньги печатать не может. Есть ЦБ, который может выкупить у него облигации. Нет, стоп, стоп, нет, подождите. Это вот тогда давайте говорить об этом, да? Почему там, ну то есть вы уже сами поставили диагноз. Нет, нет, Сергей, я могу вообще сэкономить времени. Сейчас, позвольте мне все-таки закончить свою мысль. Смотрите, всегда дефолты объявлялись, скажем так, странами, это очень часто происходит, когда они не могли печатать ту валюту, в которой был номинирован долг. Обычно, что делали страны, например, если взять ту же Веймерскую Германию, либо Корею Южную в 97-м году, ну, они просто, скажем так, обнуляли валюту и обнуляли долг. А здесь произошло нечто, да? У вас долг в рублях, в принципе, в принципе, рублей можешь напечатать сколько угодно, национальная валюта, и вы объявляете дефолт. Ну, Степан, смотрите, вот все, жизнь гораздо сложнее, и на самом деле дефолтов в национальных валютах было гораздо больше, и очень мало стран в мире, которые прошли без дефолтов. Часть из-за Америки, в которых тоже было несколько дефолтов в национальной валюте. Вот диагноз России 98-го года, вы, в принципе, уже поставили, дефицит бюджета, и неспособность государства, то есть правительства, то есть министерства финансов, нормально финансировать свои расходы. С одной стороны, действительно было такое вот популистское настроение оппозиционной Государственной Думы, которая штамповала закон один за другим и возлагала новые расходы на правительство. С другой стороны, давайте быть откровенными, правительство не сильно заботилось о том, чтобы собирать налоги. Ну, и есть третий фактор, о котором тоже не надо забывать, он тоже немаловажный. С начала 98 года резко пошли цены вниз на нефть, на главный экспортный товар, на основу нашего бюджета. Собственно говоря, тогда бюджет в меньшей степени, там не 50% зависело от нефти, но это тоже было. И вот сочетание этих трех факторов, нежелание правительства собирать налоги, желание дома увеличивать расходы и падение мировых цен на нефть, вот сложилось так, что Минфин не смог, да, ну и еще четвертый внешний фактор, да, тоже надо забывать, азиатский кризис финансовый, который начался в октябре 97 года. И, ну, мы видели это на днях, да, там и несколько лет назад, в общем, уже достаточно привыкли к этому делу. Как только начинается финансовый кризис, инвесторы бегут в качество, то есть они убегают из развивающихся рынков и бегут в развитые. Вот Россия была таким развивающимся рынком и на самом деле где-то в начале 98 года она была, вот то, что называется safe haven, да, такая спокойная гавань, потому что после падения в ноябре и в декабре, в январе, в феврале к нам опять пошел иностранный капитал. Но когда цены на нефть пошли вниз, когда ушло в отставку правительство Черномырзина, когда появилось непонятное правительство Кириенко, которое никак не могло утвердиться в Думе, потом поделить обязанности и так далее. Ну, инвесторы сказали, все, ребят, до свидания, мы пошли в качество. И вот, собственно, вот в такой ситуации столкнулось российское правительство. А теперь на закуску, описание ситуации, не нужно забывать, что у России в 98 году, у федерального правительства примерно пополам был валютный долг и рублевый долг. Вот чтобы мы понимали масштабы бедствия, в июле, в июне, в июле, в августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре 98 года российское министерство финансов практически каждую неделю, за очень редким исключением, должно было платить инвесторам 1 миллиард долларов. Там 6-7 миллиардов рублей. Просто в погашении долга. Мы недавно с друзьями как раз вот перед этим годовщиной печальной считали, и мы пришли к такому согласию, что в нынешнем масштабе цен примерно 10 миллиардов. То есть на 10 нужно умножать, чтобы мы понимали, какого масштаба нагрузка ложилась на федеральный бюджет. Каждую неделю 10 миллиардов долларов. Я думаю, что даже сегодня в Министерстве финансов было бы не очень легко находить такие деньги при 100 долларах за баррель, при огромном резервном фонде, потому что нагрузка была колоссальная. Вот. И на самом деле мало кто знает, что дефолт по внешнему долгу Минфин объявил гораздо раньше. Просто это все прошло втихую, и Внешэкономбанк уже в начале августа перестал платить по внешнему долгам. И поэтому, когда вы говорите, что вот был способ такой, давайте мы там девальвируем национальную валюту, то девальвируем национальную... Нет, это не способ. Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите. Значит, способ решения очень простой. Подождите. Люди, которые сидели вот в то время и принимали решения, они же тоже не глупые были. И мы все прекрасно понимали, что есть два пути. Путь первый. То, что случилось 17 августа. И путь второй. Открыть, изменить закон о Центральном банке, изменить закон о бюджете и разрешить Центральному банку кредитовать Минфин в тех объемах, которые нужно. Вот, вот эти два решения, эти альтернативы были на весах. И их реально обсуждали. А почему что закон не изменили? Сейчас, подождите. Значит, ведь политик, принимая любое решение, он всегда задумывается о последствиях. Ведь дело же это, там, вы приходите на рынок купить яблоки, да, и там можно зеленый, а можно красный. И, в принципе, в жизни мало чего поменяется. А политик, принимая решения, особенно в кризисной ситуации, он должен смотреть в будущее и прогнозировать результат свой. И решение принималось на высшем политическом уровне, да, то есть премьер-министром и президентом. Они принимали решение. И эти две альтернативы были озвучены. И мы рассказали о последствиях. Вот, собственно говоря, то, что мы рассказывали о последствиях решения 17 августа, это примерно то, что случилось в жизни. Что будет изначально девальвация рубля в 2-3 раза, что через 3-4 месяца начнется промышленный рост, и за счет слабого рубля у нас будет укрепление. К началу 99-го года, там, через 9-12 месяцев инфляционный всплеск удастся погасить. И к выборам 2000-го года президентским макроэкономическая ситуация в стране будет абсолютно нормальной. Выборы сыграли... Безусловно, безусловно. А какие последствия прогнозировали для... Подождите, подождите. Вот, Степан, я же вам рассказывал, как оно было. Действительно, мы сказали, да, да, это политическое решение. И ни один политик не может игнорировать выборы в принятии решений, в политическом расписании. Я уже сказал, миллиард долларов каждую неделю. Соответственно, в первую неделю это 7 миллиардов рублей, во вторую неделю 9 миллиардов рублей, в третью 12 и так далее. И пошло-поехало. Значит, вот у нас, если вы помните, пиковый курс рубля был 20, по-моему, там рублей... 23 суток. Нет, 20. Где-то 20 с копейками, потом упал до 12, и от 12 начал постепенно отрастать к 32. Вот такая вот... Но 32 уже было где-то, по-моему, в 2001 году. То есть он так медленно туда уходил. Вот, соответственно, если бы до конца года, до конца года, значит, давайте считать, там, условно говоря, там, 20 недель, 20 миллиардов долларов в нынешнем масштабе цен, ну, чтобы проще считать, 200 миллиардов долларов умножаем на те же самые 30 рублей, получаем 6 триллионов рублей, которые центральный банк вот так вот забабахивает в экономику. И при этом валютный резерв 12 миллиардов долларов, то есть держать курс невозможно. Значит, вот в нашем понимании, в нашем понимании рубль улетал сразу же туда, к диапазону 40-50, и мы не понимали, каким образом его остановить. Потому что у вас девальвируется рубль. Это вы говорите сценарий... Сценарий печатания денег Центральным банком, да, сценарий кредита Центрального банка. У вас сразу же улетает рубль, да, то есть вот 40-50, не 20... Почему? Откуда взялась цифра 40-50? Наша оценка. Точно так же, дождите, вот мы же смотрели, что происходило в других банках. То есть вы исходите из того, что... Вы, наверное, ваши оценки исходили из того, что Центробанк просто есть обменник, да? Берете... Мы исходили из того, что Центральный банк не будет вмешиваться в рынок. Ну, потому что решением, почему это возникло, предложение наше вечером 14 августа, потому что у нас валютные резервы опустились, ликвидные валютные резервы ушли на уровень 10 миллиардов долларов. Это была критически нижняя оценка. Мы заранее в Центральном банке приняли решение, что как только мы достигаем этого объема 10 миллиардов, мы девальвируем рубль. У нас нет инструментов. Мы не можем оставить страну без валютных резервов, как было в 1991 году. Это было наше решение Совета директоров. Соответственно, когда мы говорили 20 в первом сценарии или 40-50 во втором, мы смотрели на то, что происходило в других странах. Что происходило в Корее, что происходило в Таиланде, что происходило в Чехии, что происходило на Филиппинах, в Индонезии. К тому времени уже достаточно... Вот азиатский кризис он уже показал. Мы понимали, кто что делает. Мы очень хорошо знали. Мы были в постоянном контакте с МВФ. Мы получали всю статистику. отслеживали не в ежедневном, конечно, режиме. Но у нас... Мы понимали, как... То есть я просто пытаюсь за себя понять. То есть, грубо говоря, вы взяли, посчитали. Хорошо, у нас есть 10 миллиардов. Сколько рублей мы напечатаем? И какой будет курс? 10 миллиардов мы не трогаем. 10 миллиардов, они лежат... Нет, я не об этом говорю. Просто мне любопытно 40-50. Степан, посмотрели, как ввел себя курс национальной валюты в других странах. Вот просто по аналогии. По аналогии. Потому что только... Россия не уникальная страна. У нее много уникальных вещей. Но в макроэкономике она такая же, как все. Вот мы сказали, что до конца... Вынужден вас прорывать. Мы вернемся. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. У нас в гостях Сергей Алексашенко. Экономист. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. И рассуждаемые о том, что случилось в 98-м году. Что привело к 98-му году. И возможно ли повторение такой ситуации сейчас? Да, Сергей, пришлось вас прервать. Да нет, ну как это? Все, что вне графика. Нафиг. Я вне графика в данном случае. Вот так вот. Анализируя, обсуждая второй сценарий, наша экспертная оценка была следующая. Что да, центральный банк... Конечно, в принципе, центральный банк может напечатать рублей в любой стране, в национальной войне, столько, сколько нужно. Ну, если нет currency board. Ну, из currency board можно выйти. Вот. Если разрешат. И если в 98-м году мы бы пошли по пути, вот центральный банк выдает Минфину деньги на погашение, да, причем нужно понимать, что выдавая деньги Минфину на погашение, этого недостаточно. Потому что дефицит бюджета оставался. Минфину мало того, что нужно было гасить, ему нужно было и привлекать. Да, то есть центральный банк должен был дать деньги на погашение. И выкупать новые выпуски. И выкупать новые выпуски. Ну, то есть примерно с коэффициентом... Как американцы делают. Примерно с коэффициентом там 20-30% сверху. Ну, где-то вот такой диапазон. Да, то есть это уже речь шла не о 6 триллионах в нынешнем масштабе цен, а уже где-то там о 8 триллионах рублей. Вот наша экспертная оценка по аналогии с другими странами была следующая. Что до конца 98-го года курс рубля упадет до отметки 40-50 рублей за доллар. При том, что центральный банк уйдет с валютного рынка, что у нас будет свободное курсообразование, и не будет центральный банк ни покупать, ни продавать валюту. То есть вот такой абсолютно свободный рынок. Дальше вы считаете, что получается с инфляцией. Инфляция улетала там сразу же в течение трех месяцев, не знаю, за отметку 10% в месяц. И к весне 99-го года она улетала там 20-30% в месяц. Дальше ни одна модель считать уже не могла. То есть мы понимали, что страна снова попадает в гиперинфляцию. После того, как происходит инфляция, Государственная Дума на основании законов начинает индексировать зарплаты, денежные довольствия с прокурорским, военнослужащим, чекистом, особистом и всем-всем-всем-всем-всем. Тут же все начинают индексировать тарифы. Тут же выясняется, что у бюджета снова нет денег, потому что расходы выросли, а в высокую инфляцию... Поступления не выросли. Поступления опаздывают. Да, известный эффект Балаш и Самуэльсона, что налоговые поступления опаздывают по отношению к расходам, потому что они приходят за прошлый инфляционный период. И вот мы все это проходили прекрасно. Вы помните, что Родина встретит в то время. Это была совсем недавняя история. Так вот, мы четко понимали, что куда мы впадаем, в какую историю, и мы абсолютно не могли гарантировать, что в течение года мы из этой ситуации сможем выйти. Вот какой диагноз, вот какие сценарии были у политического руководства на столе. Вот, да. Да, был выбор. Был выбор. Наша рекомендация была первым сценарием. Но, смотрите, ведь, насколько я понимаю, дефолт был гарантирован той политикой, которая проводилась, скажем, с 1994-1996 года. Матроэкономической политики. В жизни ничего не бывает гарантированного. Ну, смерть гарантирована. Ну, да. В нашей стране даже налоги не гарантированы. Вот. Ну, страна не может умереть. Экономика страны не может умереть. Для физического человека смерть гарантирована. А вот для страны этого не бывает. В жизни не бывает. Ну, Зимбабы умерли. Ну, вот, понимаете, я сильно не люблю обсуждать гипотетические сценарии. Потому что я могу нарисовать вам хороший сценарий, могу нарисовать плохой сценарий. Ну, предположим, там, в конце июля, в начале августа 98-го года, или даже в конце августа 98-го года, когда Черномырцын встречался с КМДСю в Крыму, предположим, МВФ меняет свою позицию и выдает России 20 миллиардов долларов. И там как-то так-то, может быть, там с реструктуризацией долга, еще что-то с более мягкой... Смотрите, но ведь попали-то на процент, на огромных процентных выплатах. Зачем их задирали, чтобы привлекать деньги? Степан, на самом деле, огромные процентные выплаты были... Они резко начали расти где-то в... В конце 97-го года, да? Нет. Мы в октябрь 98-го года вошли со ставками... 97-го. 97-го, конечно, 15-17 процентов. После октябрьского кризиса 97-го они выросли в 25-30. Не мог Минфин не занимать. У него бюджет не сходился в конце концов. Поэтому вот я говорю, предположим, МВФ дал бы денег. Предположим, под программу МВФ, которая там спасение России, не знаю, там новый план Маршала и там США с союзниками давали бы еще 50 миллиардов долларов. Ну, знаете, ведь это же возможно такое, да, вероятность, не знаю, меньше одного процента. Ну, нарисовать хороший сценарий очень легко. Нарисовать плохой сценарий еще проще. Да, конечно, тифол был неизбежен. Ну, вот я уже, не знаю, тысячу раз сказал. В конце ноября 97-го года Совет директоров Центрального банка 45 минут обсуждал вопрос об одной фразе, которую я вписал там лично, да, в документ под названием «Основные направления денежно-кредитной политики на 98-й год». Фраза звучала следующим образом. «Неустойчивое положение государственных финансов создает огромнейшую угрозу для макроэкономической стабильности в стране». Вот, не дословно, но примерно такая фраза. Все говорили, что нельзя такую фразу включать. Что, прочитав ее... А откуда взялась вот неустойчивость финансовая? Дефицит бюджета. Дефицит бюджета. Но он же тоже берется не из воздуха. А откуда? Нет, ну как... Смотрите, ведь, насколько я понимаю, просто боролись очень сильно у нас с инфляцией, да, как сейчас. Это мантра какая-то страшная. Мы боремся с инфляцией. В результате ЦБ и Минфин оставили экономику без денег. Чуть ли уже не бартер начинался. Разве не так? Нет. Нет. Слушайте, бартер это 92-93-й годы. Нет, под конец 97-98-го без денег оставили экономику. Да не было там бартера. Да не было там бартера, Степан. Ну вот сейчас он начинается. Сейчас? Среди малых и средних бизнесов уже. Далее, смотрите. Оставили экономику без денег. То есть налогооблагаемая база снижалась, да. Конечно, были еще эти жуткие траты Думы, да. Потому что социально ориентированная политика была, если я не ошибаюсь. И плюс Центробанк пытался что? Он пытался держать курс рубля. Не держал. Ну как не держал? Валютный коридор был? Степан, вот смотрите. Индикатором того, держит Центральный банк или не держит курс валюты в любой стране, является состояние валютных резервов Центрального банка. Вот если Центральный банк покупает валюту, да, и он наращивает свои валютные резервы, объявляя, что курс плавающий, значит, он держит валюту от укрепления. Если валютные резервы Центрального банка падают, значит, он держит валюту от ослабления. Вот валютные резервы Центрального банка, они вот ходили в диапазоне 15-20 миллиардов туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Такая конъюнктура была. Такая была конъюнктура. То есть Центральный банк не тратил валюту на поддержание курса, но и не покупал резервы. Ну потому что нужды, наверное, не было. Подождите, слушайте, у Центрального банка мы понимали, что там 15 миллиардов долларов маленькие резервы, но мы не могли там разгонять сильно курс, да, потому что, да, действительно, инфляция, за инфляцией мы боролись, мы считали, что это гораздо важнее для экономики. Вы же все правильно говорите, вы все правильно говорите. Правительство не хотело собирать налоги. Ну это политически не было. А было с чего собирать? Конечно было. Было? Ну, конечно было. Но, слушайте, нет такой экономики, в которой нечего собирать налоги. Я имею в виду в достаточном количестве. Ну, подожди, ну, слушайте, там же можно много чего, достаточно было налоговой базы. Да, и нефтяники не платили налоги. Да, и в 97-м году они не платили, и в 98-м году они не платили до кризиса. И после кризиса 98-го года они не платили налоги. Они начали налоги платить. Сейчас не особо платят. Нет, сейчас платят. У нас, например, один известный политик, лидер крупных. политической партии. Вот он там имел у себя в собственности несколько десятков квартир и несколько десятков машин. Все партийное имущество было записано на него. Он не платил никаких налогов. И с ним ничего нельзя было сделать. Не хотело правительство связываться. Много примеров. Знаете, вот есть хорошее выражение if there is a will, there is a way. Кто хочет сделать, тот ищет способ. А кто не хочет сделать, тот ищет оправдание. Вот, к сожалению, к сожалению, там 97-98 год это время, когда правительство искало оправдание и надеялось на великий русский авось. Авось пронесет. Не пронесло. Вы знаете, по-моему, там никто ни на что не надеялся. А все был четко сделан, потому что... Я выскажу просто свою гипотезу, а вы ее покритикуйте. Смотрите, курс рубля был более-менее постоянным. Платили по 17-20%, дальше по 30-40%. Представляете, западного игрока. Западный капитал. В то время, ну, скажем, вы берете деньги под 5%, играете с 20-30 плечом, получаете 20-30 доходность, вы очень быстро становитесь миллиардером. Да. То есть, такой доильный аппарат был создан. Все так думали. До определенного момента. Пока все... Все так думали. Более того, более того, в конце июня, начале июля 98-го года по настоянию МВФ, по настоянию МВФ, российское правительство объявило, что оно для всех иностранных инвесторов, или вообще для всех инвесторов, готово конвертировать рублевые облигации в валютные. Был такой своп. Выяснилось, что иностранцы не захотели. Доходность не так. Доходность. Им давали там 10-11% доходности. Они отказались. И этот своп, по условиям, он состоялся только потому, что Сбербанк поучаствовал. Вот если бы Сбербанк не участвовал, не было никакого валютного свопа. Это было за полтора месяца до Кривзиса. Вот жадность, на кого там у нас погубит, как известно. ЛТСМ. Вот. ЛТСМ и жадность фраера погубит. Центральный банк, Центральный банк с января 98-го года раз в две недели проводил встречу с крупнейшим банкиром. Причем коллективно. Мы всех собирали на разных уровнях и председатели правления, и зампредов, и руководители казначейства и объясняли им ситуацию макроэкономическую. Мы не давали им никаких обещаний. Мы им не рассказывали, что будет, потому что сами там не до конца понимали. Но мы объясняли, что происходит. Вот из первой двадцатки банков только два банка, они как-то вняли этому. И там к маю-июню один ушел из валютных фрорвартов, другой вообще ушел из государственных ценных бумаг. Вот из двадцатки банков два вняли, остальные сказали, авось пронесет, авось заработаем. Вот авось не получилось. Поэтому говорить, что была машина, да, была, но вот в бизнесе, опять вы же лучше меня знаете, риск-ревордс, риск и те... Но иногда у людей пропадает инститция самосохранения. Да, и вот в девяносто восьмом году он массово пропал от жадности у многих. У многих оказалось, что они проиграли. А Сергей, а вот вообще ситуация, которая сложилась и привела к девяносто восьмом году, возможно было избежать в то время. Скажем, в девяносто восьмом году уже было какое-то понимание того, что что-то здесь не так, пирамида какая-то строится. Степан, вот слово пирамида мне не нравится, потому что в принципе... Ну, условно выражаю. Ну, подождите, вот смотрите, вот вилка полезный инструмент, но убить можно человека. Можно. Ну, давайте запретим вилку как орудие убийства. У нас сейчас этим и занимается. Ну, ну, вот я к тому, я к тому, что любой, любая, любой государственный, вот дефицит бюджета, государственные заимства, это инструмент экономической политики. Да, вот так же, как вилка инструмент, там прибор, там столовая, столовая посуда, или как ее правильно назвать, кухонные утвари. Вот, и ей нужно уметь пользоваться. Вот, государственным долгом, дефицитом нужно уметь пользоваться. Да, если размахивать там без ограничений, то может лететь катастрофа. В принципе, там многие страны живут и совершенно нормально. Вынуждены вас прервать, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, у нас в гостях Сергей Алексашенко, экономист, и обсуждаем мы то, что привело к дефолту 98-го года. Сейчас, наверное, уже нужно будет заканчивать с историей, медленно переползать на сегодняшний день. Но прежде чем мы закончим с историей, вот, Сергей, у меня вопрос следующий, потому что я посмотрел, например, в конце 97-го года отношение долга России к ВВП, ну, было очень приемлемо, что там 23-25 процентов. То есть небо было голубым, светило солнце, что потом, просто вот, как вы назвали, скажем так, сочетание некоторых конъюнктурных факторов? Сочетание внутриполитических факторов и сочетание внешних факторов. Да, да, внутриполитический фактор, популистская позиция, конфронтация, политическая конфронтация думы и правительства, там, популистская позиция думы и нежелание правительства собирать налоги. И внешние факторы это азиатские кризисы, падение цен на нефть. Ну, причем, вот, в отличие от кризиса 98-го года, 2008-го года, когда цены на нефть падали как следствие финансового кризиса, в 98-м году механика была другая. Там, цены на нефть падали, потому что производители нефти начали гонку по объемам. То есть они решили, кто кого там больше добудет. И поэтому цены на нефть пошли вниз. То есть это вот факторы, они работали различными. К вашему вопросу до паузы. Чтобы завершить совсем с историей. Я много думал над темой, можно ли было вот как-то обойтись без кризиса. Вот в какой момент российские власти, ну, наверное, имели возможность изменить политику. Я думаю, что это было лето 97-го года. Последний момент. то есть, вот если бы где-то там в начале лета. Собственно, первый звоночек для нас прозвучал в мае 97-го года, когда начались валютные кризисы в Чехии и в Таиланде. И это вот вызвало у нас в Центральном банке серьезную озабоченность. Мы начали мгновенно консультации с МВФ о причинах, анализировать. И в этот момент мы начали уже правительству говорить о том, что, ребята, нужно готовиться к более тяжелым временам. Хотя, в тот момент, вот, действительно, небо было голубым, солнце светило ярко. Там у нас Чубайс был лучшим министром финансов там 97-го года и прочее, прочее, прочее. Но вот для нас, для нас звоночек прозвучал в конце мая 97-го года. И поэтому, вот, я думаю, если бы там с лета 97-го года как-то вот правительство начало закручивать бюджетные гайки и как-то договариваться с Думой о бюджетной... Знаете, если бы... А инструменты у вас были на тот момент? У ЦБ? Инструменты? Вот, например, выкупать облигации Минфина в нарушении закона он профинансировал. Нет, смотрите, выкупать облигации Минфина это не нарушение закона. Нет? Нет, это называется операция на открытом рынке. Просто мы их выкупаем... В рипов. ЦБ выкупал их на открытом рынке, регулируя процентные ставки. Он не купал их у Минфина, а ЦБ выкупал их у коммерческих банков. Мы этим занимались там, не знаю, с 95-го года, как только рынок какого возник. Поэтому для этого не надо было ни закон менять. Да, были инструменты, но все равно главным для нас был валютный рынок, потому что вот доля в 97-м году доля предоставления ликвидности за счет операции на открытом рынке она никогда не превышала 15-ти процентов. 85-ть процентов это валютная операция. Ну, такая у нас экономика была. Были инструменты? Были, могли двигаться. Сказать, что это легко? Нет. Да, это опять некий набор сильных политических решений, которые летом 98-го года пришлось принимать в безысходной ситуации, а летом 97-го года все считали, что мы просто тучи нагоняем. Алармисты. Ну, алармисты. Алармисты такие, типа, вот, чтобы жизнь медом не казалась. Вот такая жизнь была. А какие, на ваш взгляд, были извлечены уроки? И что было сделано? Ну, я считаю, что... В смысле политики ЦБ и... Да, смотрите, я считаю, что уроков было несколько. И давайте начнем с политического урока. Я считаю, что он безумно важный, особенно, там, если мы сейчас будем мостик кидать в настоящее. Смотрите, в сентябре 98-го года в России сформировалось правительство парламентского большинства, которое опиралось на коммунистическую партию, на фракцию коммунистов, на сильно оппозиционное, прокоммунистическое правительство. Оно и ориентировалось там с Евгением Примаковым и Юрием Масляковым, с такими вот адептами, особенно Масляков, такого госплановско-коммунистического советского подхода к экономике. И ничего страшного не произошло. Вот при всей там риторике коммунистической, при всей риторике, давайте вернемся назад, Примаков-Масляков провели ту самую, нынешними словами, бюджетную консолидацию, а старыми словами, шоковую терапию в бюджете, когда они заморозили расходы, заморозили зарплаты и привели в бюджет в баланс, в равновесие. Это вот первый урок, это политический, что от прихода оппозиции к власти ничего страшного не случается. Не только в России, а во многих других восточноевропейских странах. Второй урок, который безусловно извлекли российские власти, причем вот вся нынешняя политическая элита, кто участвовал еще в тех событиях, а их не очень много, но они остались, включая президента Владимира Путина, все очень хорошо поняли, что дефицит бюджета это вещь опасная. И что здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. И вот отсюда на самом деле такой абсолютно жесткий, ну в моем понимании даже ошибочный подход, что дефицит бюджета не имеет права на существование в Российской Федерации. Вот 1% ВВП, независимо от состояния экономического цикла, состояния экономики. Сейчас вот там рецессия, нам Минфин заявляет, что не надо нам увеличение бюджетных расходов. И Минэкономики говорит, что не надо увеличение бюджетных расходов. И Центральный банк говорит, что не надо увеличение бюджетных расходов. Тем не менее они растут. Хоть увеличение бюджетного дефицита, извините, они не растут. Бюджетные расходы тоже не растут, даже в номинальном выражении. То есть вот противоречит экономической теории, но то есть вот такой абсолютно ортодоксальный подход к бюджетному дефициту, что он неприемлемый. Бухгалтерский? Нет, 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 нет. Нет, это именно понимание память прошлого. Насколько болезненным стали последствия неуправляемого бюджетного дефицита. Получается, что настоящие монетарные власти не в состоянии управлять долгом и бюджетным дефицитом? И там действительно время накапливать резервы. Смешно было бы говорить о дефиците, когда там нефть за один год с 70 до 100 врастала. А сейчас, в моем понимании, самое время использовать бюджетный дефицит как инструмент. Воровать не надо бюджетные деньги. Это к другим дать. Не врать, не воровать, это к другим. Вот эти два урока, я бы сказал, это политический урок и бюджетный урок. И третий урок, что при всем тесном сотрудничестве и таком ежедневном сотрудничестве Минфина и Центрального банка 97-98 годов, я считаю, что кризис 98 года показал, что оно должно быть еще более. Что вот это ни в коем случае нельзя допускать ситуации лебедь, рак и щука. Минфина ЦБ это скованные одной цепью. И любые попытки как-то перетащить на себя и переложить ответственность на другого, они чреваты ухудшением ситуации. Вот эти три урока я бы выделил из 98 года. То есть никаких уроков не извлекли. Единственный урок это дефицит, это табу. Подождите, сбалансированный бюджет и там, ну хорошо, просто можно развивать дальше. Ведь фактически там можно спорить, что случилось там причиной кризиса 98 года или изменения политической ситуации. Но ведь Государственная Дума перестала принимать популистские законы. Но она и другой стала. Стоп. Управляемой. Стоп, стоп. Это же все политическая элита. Это те же самые люди. То есть они сейчас там в Думе, ну бессмысленные совершенно личности, которые там один от другого мало чем отличаются. А там между Думой 97-98 года и там они 97-98, в конце 99-го только были выборы. Те же самые люди сидели. И после выборов 99-го многие из них, не знаю, там две трети, не три четверти остались. Вот они изменили свой подход к принятию решений. Это для политиков очень важно. И на самом деле это вот и было то самое политическое согласие правительства и парламента в отношении бюджетной дисциплины. Что споры могут быть, но эти споры не должны приводить к экономической катастрофе. Сергей, скажите, сейчас уже переходим к настоящему времени. ЦБ у нас в состоянии проводить независимую монетарную политику? Или ЦБ у нас до сих пор является таким обменным пунктом? Не более того. Закон о Центральном банке дает ЦБ все полномочия, все возможности для проведения независимой денежной политики. В том числе и кредитование... Центральный банк на основании действующего закона, без каких-либо поправок, дополнений, изменений, новых редакций, он может проводить абсолютно независимую денежную политику. Почему спрашиваю? Потому что ведь есть же такие результаты, если не ошибаюсь, Манделла и Флеминга, да, которые говорят о том, что невозможно одновременно достичь стабильности курса валюты, свободного движения капитала и независимой... Низкой инфляции. Нет, и независимой монетарной политики Центрального банка. Нет, инфляция, отток капитала, движение капитала и валютный курс. Ну, Центральный банк, собственно говоря, я по итогам кризиса 1998 года книжку написал, вот, и там в качестве заключения одного из выводов было то, что России нужно переходить к плавающему курсу рубля, да, потому что действительно, вот для страны, у которой платежный баланс сильно зависит от динамики цен на нефть, ну, вот нужен либо фиксированный курс, как живут там ближневосточные страны, да, ну и абсолютно такая жесточайшая бюджетная дисциплина. И фиксированный обменный курс, плавающий. Вот, и последние три года, ну, собственно говоря, Центральный банк, де-факто, завершил переход к плавающему курсу, да, поэтому, поэтому вот там, когда вы переводите этот треугольник, вот Центральный банк отказался от... Плавающий курс практически. Плавал нет, для нас приоритет инфляция, отток капитала, движение капиталов, мы ничего не можем, ведь движение капиталов, либерализация, она не потому, что вот у нас такое либеральное правительство, потому что не в состоянии его контролировать, ведь Россия от Советского Союза не унаследовала никакую систему валютного контроля, ее не было, ни валютного контроля, ни валютного регулирования. В Советском Союзе там, все сдавай в одну кассу и выстраивайся в другое окошко, получай. Вот, поэтому... С билетом. Либерализация движения капиталов, это от безысходности, ну, потому что невозможно с запретами жить, потому что запреты все обходятся, хуже нет, чем закон, который все нарушают. Поэтому от валютного курса отказались, движение капиталов приняли как неизбежность, ну, потому что ничего не можно сделать, ну, с инфляцией пытаются бороться, хотя не очень удачно. Да, интересно, не метод, правда, используют. Ну, вот, смотрите, чисто... Да они вообще ничего не делают, они никаких методов не используют, Степан, ну, ладно. Шучу. Просто смотрите, на самом деле, если смотреть на поверхности, да, ситуация какая-то такая не очень приятная складывается. Почему, объясню. Снова уже который год пропагандируется борьба с инфляцией, при этом ЦБ добился того, что скорость обращения денег в экономике уменьшается, добился. Если посмотреть на... походить чуть по земле, то уже с начала 11... Сначала 11... прошу прощения, 12-го года ситуация сложилась следующая, что, например, малый и средний бизнес, ну, скажем так, средний у нас его мало, но практически они все друг другу должны. То есть денежная масса из экономики вымывается. И все боятся... Куда? А никто не знает, у них нет денег, все друг другу должны, живут в долг, и все боятся того, что кто-то не заплатит. Но я должен закрыть свой рот, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, прежде чем продолжить свою тираду, я хотел бы взять телефонный звонок, который долго висит. Георгий, добрый день. Алло. Да, да, да. Добрый день. Вот, добрый день, вопрос к гостю. Я хотел спросить, вот, сказали про то, что сейчас нефтяники платят. Вот нефтяники-газовики платят сейчас 13%, так же, как и остальной народ. Вот, и сколько платят Саудовская Аравия, Кувейт, там, шейхи, или взять ту же Норвегию, да? Если у нас будут так же платить, у них хватит на футбольные клубы денег, на халков. Спасибо. Ну, шейхов хватит. Они там ПСЖ купили, они Манчестер-Сити купили. То есть, с деньгами у них все в порядке. Бессмысленно сравнивать, там, точно не хочу сейчас заниматься сравнением налоговых систем России, Норвегии и Саудовской Аравии. Я хочу лишь сказать одно, что сегодня, помимо 13% подоходного налога, о котором, видимо, говорите вы, Георгий, ведь сегодня нефтяные компании с каждого доллара прироста нефтяной цены платят, наверное, 80-85 центов. Да, чтобы мы понимали, вот там, цена на нефть выросла, не знаю, там, со 100 до 101 доллара. Вот из этого доллара 80 центов получает Минфин, а 20 центов получают нефтяники. И вот эти 20 центов делятся, там, на инвестиции, на зарплату, еще куда-то, на благотворительность, на халков. Вот, поэтому... А в 98-м году из каждого доллара прироста нефтяной цены бюджету, дай бог, доставалось 20 центов. Вот вся разница. Поэтому, когда я говорю, что платят, я об этом имею в виду. Так называемые ножницы кудрины, они в них периодически попадают. Да. Нет, просто еще пример был, по-моему, в 6-м году, если не ошибаюсь, в 6-м или 7-м году есть такая компания «Вьетсов Петра». Да, совместная. Она заплатила налоговый бюджет России больше, чем «Газпром». Так, минутку. Ну, бывает, все-все бывает. Ну, вот я все-таки продолжаю смотреть и раду. Остановился я на том, что вот все борются с инфляцией, скорость обращения денег у нас замедляется. А малому бизнесу плохо, денег у него нет. Да. Да давно известно. И второе, что происходит, это снова какие-то бездумные траты бюджета. Вот про безумные траты бюджета. Социальные обещания и тому подобное. Предлагаю вообще даже, вот знаете, фраза, что «Боливар не выдержит двоих», мы ее вот сегодня наблюдаем воочию. Да, но просто мы смотрим на ситуацию и сравним, скажем так, вот чисто на поверхности с 98-м годом. И здесь единственная есть такая неприятная особенность, что почему-то мы сейчас должны 720 или 730 миллиардов, а ЗВР всего 500 с копеечкой. И вот эти денежки... Мы это кто? Внешний суммарный долг. Ну, включая компании и банки. Конечно, да. Там не 720, там меньше. А при чем здесь компании и банки? Ну, потому что 90% из них государственные. Ну, нет, нет. И эти денежки мы печатать не можем. Нет, нет, нет. Степан, смотрите, значит, разница принципиальная между 98-м годом и 2013-м состоит в том, что вот в этой ситуации, в которой находимся мы сегодня, правительство говорит, дефицит бюджета не трогаем и пушки вместо масла. То есть вот вчерашняя бумажка, которая утекла из Минфина за подписью Силуанова, оборонную программу не трогаем, а предлагаем сократить пенсии, материнский капитал и дальше. То есть пушки вместо масла. Вот в 98-м году это звучало бы так. Пушки, масло и еще немного сверху, а дефицит увеличим. То есть вот принципиальная разница 98-го года и 2013-го. Сейчас интересный вопрос, который давайте про малые бизнесы, что у него деньги отбирают. Не отбирают, у них из экономики. Ну, что из экономики. Из экономики, что у него денег нет. Это одна сторона медали. Если вы поговорите с банкирами, то они вам расскажут про другую сторону медали. Ведь вот банк, это организация, которая создана для того, чтобы давать в долг и получать проценты. Она на этом зарабатывает. Там берет депозит под 10 или под 8, выдает кредит под 10. И на эти 2% живет. Как в хорошем анекдоте. Так банкиры все в один голос говорят, ребят, давать кредиты некому. Почему? А потому что у того самого малого или среднего бизнеса, про который вы говорите, у него одна отчетность для налоговиков, другая отчетность для статистика, третья отчетность для акции собственника и четвертая отчетность для менеджера. И какая из них правдивая, не знает никто. Поставьте себя на место банка и скажите, вы этому предприятию кредит дадите? Не дадите. Почему? Почему живут в разной отчетности? Они другую причину. Они не хотят кредитов. Они говорят, что платежеспособный спрос схлопнулся. Это неправда. Слушайте, под оборотный капитал весь мир берет кредит. И посмотрите, как развивается там малый бизнес в той же самой Америке. Там любой владелец табачного ларька или, не знаю, маленького магазинчика, договор аренды и тут же кредит на оборотный капитал. Ни у какого бизнесмена нет капитала. Вот у малого реально, там владельца, не знаю, там овощной лавки, у него нет денег на оборотный капитал. На то он и малый бизнес. Он сразу же берет в банки кредит. Вот. Потому что там отчетность понятна. Там финансовые потоки понятны. А у нас показал финансовые потоки. И к тебе сразу как набежали со всех сторон. Да? И вот только успевая прятаться. То есть вот эта вот защита правособственности. Не случайно же последний там экономистов сегодня, ну по крайней мере тех, с кем я так являюсь единомышленником. У нас такая очень жесткая позиция. В сегодняшней экономике нет экономических проблем. В сегодняшней экономике все проблемы политические. Это суд. Да. Это правовая система. Это защита правособственности. До тех пор, пока малый бизнес не будет чувствовать себя спокойно. До тех пор, пока банк... Но ведь эти проблемы никуда не уйдут в ближайшее время. Слушайте, это... Давайте обсуждать последствия этого, да? Ведь банк не дает кредит почему? Потому что он дал этому предприятию. Он понимает, что он их вернуть не сможет. Это тоже же правособственности. Для банка вернуть кредит это защита правособственности. Когда система защиты правособственности не работает, конечно экономика не может чувствовать себя хорошо. Может ли она так развиваться вечно, не защищая правособственности? Не может. И что с ней будет дальше? Очень хорошо понятно. Будет тяжелейший институциональный кризис, из которого выходить гораздо дольше, гораздо тяжелее, чем из кризиса 98-го года. Это будет другой кризис. Но опыт 98-го года применим в том, что нужна будет сильнейшая политическая воля. Сильнейшая политическая воля в тот момент, когда наконец власть поймет, что без защиты правособственности, без честного суда, без правоохранительных органов, которые охраняют право, да, не насилуют малый бизнес, не кошмарят его, а охраняют закон, вот без этого экономика развиваться не может. Сейчас это по-современному называется монетизация ксив. Ну, или так. Или так. Но все-таки вас не напрягает тот факт, что мы сейчас должны значительно больше, чем иметь? Нет. Нет, почему? Вы знаете, я отношусь к людям, которые считают, что вообще мир глобален. Да, и вот среди тех, там, ну вы говорите 720, на мой взгляд, меньше, но это не принципиально, пусть там будет 600 миллиардов внешнего долга совокупного государственного и корпоративного, есть какая-то часть, ну не знаю, там, вот в кризис 2008 года примерно 30% долга корпоративного было с погашением в течение ближайших пяти кварталов. Ну, вы говорите про дюрацию, да. Разные бывают ситуации, но вот в 2008 году статистика ЦБ говорила 25% долга с погашением в течение пяти кварталов. И это был звоночек, в котором мы стучали в колокольчик, потому что говорили, ребят, вот у нас слабое место. Через полгода это выстрелило. Сейчас, вот то, что я вижу, если статистика внешнего долга правдивая, да, то есть мы не можем там выдумывать ничего другого, я не вижу особой проблемы, потому что никто не имеет права предъявить там, у ВТБ есть вечные банды, да, сколько их там, на полтора миллиарда долларов выпустили, которых вообще нет срока погашения. Но их никто не может предъявить к погашению сегодня. В Российской Федерации есть долг с погашением в каком-то там 2030 или еще дальше году. Его тоже никто не может сегодня предъявить к погашению. А форс-мажор какой-то? Нет, нет в облигациях форс-мажора. Нету. Нету. Поэтому с точки зрения внешнего долга, мне кажется, сегодня ситуация у корпоративного внешнего долга, она достаточно комфортная. Намного комфортнее, чем в 2008 году. То есть вы не считаете, что это какая-то проблема? Не здесь будет проблема. А где? В институтах, в защите прав собственности. А в чем она выразится? Она уже выражается. Нет защиты прав собственности, нет новых инвестиций. Нет новых инвестиций. То есть то, что мы видим на падении капитальных вложений практически. Да, да, это и есть бизнес, отток капитала, бизнес он создан для того, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать. Если его доходы не защищаются, он просто отгоняет в офшоры, там держит. А как сейчас с этим борется тот же ЦБ, например? А с этим невозможно бороться. Ну хотя, как они пытаются замаскировать эту проблему? Экономика же должна развиваться, задача-то поставлена. Это же не та проблема, которую можно решить в приказном порядке или монетарными методами. Нет, это можно решить абсолютно бюрократическим методом, приказать Росстату рисовать статистику. Росстат умеет это делать. Еще розовее. Ну и еще более розовое. Я надеюсь, что до этого там сильно не будет доходить дело. Вот вроде термометр должен показывать правдивую температуру больного. Тогда только можно ставить правильный диагноз. Но это не вопрос монетарной политики. Это не экономический вопрос, Степан. В современной экономическом кризисе... Меня это напрягает то, что как раз с ним пытаются бороться монетарными методами. Или кто-то все забили. Нету никаких монетарных методов. Слушайте, ЦБ не делает ничего сейчас. Никаких монетарных методов он не применяет. У него абсолютно пассивное миросозерцание. Вот знаете, как Акын взял гитару и поет. Что вижу, то пою. То пою. То же самое, Центральный банк. Вы почитаете его доклад о денежно-кредитной политике. Почитал. Что происходит? А то мы не знаем, что происходит в экономике. Он нам рассказывает. Но мы раньше его узнали. И так будет долго продолжаться? Долго. ЦБ вообще проснется или нет? Нет. От него этого не требуется. От него не требуется просыпаться. Правительство, власть абсолютно комфортнее. Нынешний Центральный банк. Который ничего не хочет делать. Никаких тревожных сигналов не посылает. И говорит, что в экономике все в порядке. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. У нас был в гостях Сергей Алексашенко. Экономист, директор по макроэкономическому исследованию Высшей школы экономики. Программу вел Степан Демура. Все-таки я вам советую не иметь рублей, а иметь доллары. Удачи. Ну или так. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...